Добрый день. Я уже имел возможность частями, два раза уже на этой площадке представить результаты этого исследования. Но вот целиком, наконец, смогу доложить. Вот как некоторые спрашивают, как расшифровывается рамсельга. Я показываю, что это рамуцерумаб во второй линии при министатическом раке желудка. Обоснование. Ну, собственно, можно, ладно, на этом нам сильно не останавливаться. По сути дела, рамуцерумаб – это на сегодняшний момент в комбинации с поклитокселом, это, в общем-то, золотой стандарт терапии второй линии рака желудка. Ну, он такой золотой, конечно, относительно, потому что никаких других достаточно эффективных опций, так скажем, нет. И идея была проанализировать эффективность и переносимость рамуцерумаба в реальной клинической практике, потому что мы знаем, что пациенты, включаемые в клинические исследования, конечно, существенным образом отличаются от реальной популяции больных, которые к нам приходят каждый день. Больные раком желудка – это больные, которые быстро ухудшаются. В реальной, опять же, практике, вот по данным, допустим, регистра Нидерландов, лишь 20% больных получают вторую линию химиотерапии при раке желудка. И поэтому, когда мы пытаемся экстраполировать данные исследования на общую популяцию, всегда в жизни оказывается, что не все так эффективно и не все хорошо переносимо. И поэтому это вообще хороший тон, какую-то новую методику собрать результаты и посмотреть, а что творится в нашей стране. Значит, исследование проводилось при поддержке компании Лилия. Лилия предоставляла в рамках программы расширенного доступа, предоставляла рамуцерумаб. Нужно сказать, это была удивительно качественно организованная работа. Подавалась заявка, через буквально дней 10 уже приходила поставка рамуцерумаба. И они организовали электронный СРФ, это было очень удобно, то, что можно было вбивать сразу онлайн, а не заниматься пересылками по почте каких-то бумажек. Общую координацию осуществляла Русска. Первичный анализ данных на срез в мае 2019 года делал я, а вот свежеобновленные данные, которые здесь сейчас я представляю за счет увеличившегося числа больных, это Татьяна Александровна Титова из отделения химиотерапии онкологического научного центра. В общем, включались больные раком желудка, те, которые прогрессировали после проведения первой или последующих линий химиотерапии. Здесь не было жестких ограничений. Как бы предполагалось, что по регистрационным показаниям это будет вторая линия, но на самом деле, как я в дальнейшем покажу, наши врачи подходили более творчески к назначению раму циррумаба и зачастую назначали, в общем, не по зарегистрированным показаниям. Ну, по крайней мере, рак желудка совпадал. И включались пациенты, которые хотя бы получили одно введение раму циррумаба. У нас достаточно много больных, которые, несмотря на быструю поставку препарата, получилось, по-моему, в районе 30 больных, которым они вошли в список от компании, что на этого пациента было поставлено, но больным так и не было совершено введение. Это как раз говорит о том, что пациенты, даже при том, что поставка осуществлялась достаточно быстро, на течение двух недель препарат поступал в клинику, некоторые больные успевали ухудшиться и не начать терапию второй линии. Суммарно сейчас проанализировано 190 пациентов, хотя исходно, в общем, было заявлено что-то под 290, по-моему, больных из 14 центров в нашей стране. И 168 – это вторая линия терапии, 22 – это третья и последующая линия терапии. Основная масса врачей были законопослушные и применяли раму циррумаб вместе с еженедельным поклитокселом, что в рамках второй, что в рамках третьей линии терапии. Часть больных получала, опять же, меньшая часть монотерапии раму циррумаба, это опять же зарегистрированная опция. Но 43 пациента во второй линии лечения получали на основе рентекана. Это как бы офф-лейбл. Но почему это было сделано? Это было сделано потому, что основная масса этих больных уже получали токсаны ранее. Кто-то неодевантно получал, кто-то получал в первой линии терапии. И поэтому вот это как раз результаты были интересные, то, чего мы никогда не видели в регистрационных исследованиях. Если посмотреть на общую популяцию больных, не выскакивает тут у меня, то на статус ЕКОГ-2 был представлен где-то у 15-20% больных. Опять же, в регистрационных исследованиях с ЕКОГом-2 пациенты не включались. Если посмотреть на самую нижнюю строчку, то мы видим, что токсаны имели место у 64% больных в группе с рентеканом во второй линии терапии. И тройные комбинации применялись достаточно часто, потому что основная масса больных была набрана в 62-й больнице на первом месте, и на втором месте это был в целом онкологический научный центр и отделение химиотерапии в частности. Опять же, в рамках исследовательских программ достаточно много применялось тройных комбинаций. Это, конечно, так не отражает реальную клиническую практику в нашей стране, чтобы каждый третий больной у нас начинал терапию первой линии с тройной комбинацией. В целом, по безрецидивной выживаемости были получены результаты в виде частоты объективного ответа в районе 24%, при этом неважно, применялось рамоцерумаб в комбинации с поклитокселом или с иринотыканом, непосредственно эффективность была одинаковая. Схожая в районе 80% частота clinical benefit rate, контроля болезни, 6-7 месяцев медиана времени до прогрессирования и вполне впечатляющие показатели продолжительности жизни 11 и 13 месяцев. Пациенты, которые получали монотерапию рамоцерумаба, имели худшие результаты. Но это может быть объяснено как, во-первых, меньшей эффективностью монотерапии рамоцерумаба, так и тем, что, по-видимому, эти все-таки больные имели большую распространенность процесса по этой причине или хуже статус ЕКОК, который зачастую не отражался объективно в виде цифры. Но мы понимаем, что раз пациенту назначили менее интенсивное лечение, значит, это были какие-то причины. И поэтому одним из выводов этой работы, важных выводов, на мой взгляд, то, что режимы рамоцерумаба с иринотыканом – это, в общем, альтернатива еженедельному поклитокселу у пациентов, которые ранее получали токсаны. Был проведен, ну, так скажем, такой поверхностный анализ факторов прогноза, потому что расширенный анализ сейчас еще Татьяна Александровна проводит. По статусу ЕКОК мы видим, как пациенты со статусом ЕКОК-2 насколько живут хуже, и большая часть из них прогрессирует, в общем, точнее, не прогрессирует, здесь общая выживаемость, погибает в ближайшие 4 месяца. Но, опять же, сложно сказать, следует ли из этого, что не нужно лечить этих пациентов. Потому что, с одной стороны, мы видим, что большая часть больных быстро погибает, с другой стороны, мы видим, что процентов 30 пациентов все-таки имеют какой-то выигрыш от этой терапии, и мы наблюдаем у них достаточно длительную продолжительность жизни. Важно, что возраст сам по себе не являлся критерием неэффективности, и формально у нас возрастные больные жили даже несколько лучше, чем более молодые пациенты. Токсичность терапии, в общем, была вполне приемлемая. Здесь я не стал приводить токсичность химиотерапии, в общем-то, она всем хорошо известна, а привел токсичность, связанную с антиангиогенной терапией. И мы видим, что в целом, если посмотреть на крайний правый столбец, то там у 43% больных бывали носовые кровотечения, ну, в общем, мы знаем, что на овостине это у 30% больных имеет место, как положено. Мы не наблюдали каких-то значимых, серьезных кровотечений. То есть они были, конечно, имели место, но 3-4 степени у 5% больных. Это при раке желудка, где у большей части больных, собственно, неудаленная первичная опухоль. И можно сказать, что эти результаты, в общем-то, говорят о безопасности антиангиогенной терапии в этой группе пациентов. И не было смертей, связанных с токсичностью проводимой терапии. В этой таблице я попытался свести наши результаты. Это верхняя половина таблицы во второй и в третьей линии терапии. Дальше оригинальная третья фаза исследования. Вот здесь представлено, где споклитокселон. И внизу еще два свежих наблюдательных исследования реальной клинической практики. Исследование РАМОС и исследование РАМИС. Это испанское и итальянское исследование по реальной клинической практике. И получается, что в нашем исследовании, в отличие от оригинального исследования или в отличие от исследования РАМОС, например, включались больные со статусом ЕКОК-2, чего не было в тех исследованиях. При этом, несмотря на худший статус ЕКОК, 24% частота объективного ответа была достигнута. И в нашей популяции получилась более впечатляющая медиана времени до прогрессирования – 6 месяцев, тогда как у остальных это где-то в районе 4,5 месяцев. Продолжительность жизни у российских пациентов выделяется также в несколько лучшую сторону. Ну вот, вчера на сателлитном симпозиуме, когда были представлены опыт одного из центров с Иркутска, там вообще демонстрировались фантастические результаты. И мы поняли, что, по-видимому, за счет сибиряков только были достигнуты такие результаты. У них пациенты живут уже четвертый год подряд, получая в третьей линии терапии РАМОС и РУМАП несколько больных из одного центра. Просто фантастические результаты. И опять же, обращаю внимание, что режимы на основе Ирина Текана обладали схожей эффективностью, такие же, как и еженедельный ПАКЛИТАКСЛ. Интересно, отдельная небольшая подгруппа больных, всего было 15 пациентов, которые получали в третьей и последующих линиях терапии, опять же, еженедельный ПАКЛИТАКСЛ с РАМОС и РУМАПом. И мы видим, что полученные результаты, в принципе, вполне соотносятся с результатами других зарегистрированных препаратов, которые применяются уже в третьей и в последующих линиях. Например, ТАС-102, медиана продолжительности жизни 5,7 месяца. В нашей группе, да, 5,3 месяца. Неволумаб, опять те же самые 5,3 месяца. Или апотениб, который по результатам проверочного исследования не показал свою эффективность. То есть мы видим, что, в принципе, если препарат не был применен в первой, там, второй линии терапии, и пациент по своему соматическому статусу еще, в общем, кандидат для лечения, его вполне возможно и нужно лечить, и мы можем достигнуть, ну, вполне неплохих результатов у 60% больных, контроль болезни. И поэтому, в общем, заканчивая, что данные реальной клинической практики в нашей стране показывают схожую эффективность и переносимость терапии рамоцирумабом, ну, мы даже получили несколько лучшие результаты, что может быть связано с некоторой все-таки какой-то селекцией пациентов. Второй важный вывод, на мой взгляд, то, что мы можем комбинировать с рентекан содержащими режимами. Другой вопрос, как это физически делать, можно ли это комбинировать с монотерапией рентеканом, потому что нет такой группы в КСГ, а группа есть фалферии с рамоцирумабом. И третье, то, что пациенты со статусом ЕКОК-2, мы тоже показали, что, в общем, это, конечно, важнейший негативный прогностический фактор, но все-таки сам по себе статус ЕКОК-2 тоже не должен являться критерием неназначения лечения, потому что у 40% больных удается достичь продолжительности жизни все-таки больше 6 месяцев. И поэтому здорово, что мы начали какие-то ретроспективные анализы, ну и хочется верить, что также активно у нас пойдут и перспективные клинические исследования в нашей стране. Спасибо.